Это тема дня. Мы продолжаем эфир канала Кубань24. Спасибо, что вы с нами. В феврале сортовал новый этап проекта «Шахматы в школе». Его вместе реализует Министерство образования, края и Федерация шахмат региона. Шахматы в школе принимают 26 общеобразовательных учреждений Кубани, а задействованы в мероприятиях почти 76 тысяч учеников. Более подробно о проекте сегодня поговорим с нашими гостями. Это Елена Викторовна Северюкова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования Краснодарского края. И Владимир Сметана, президент Краевой общественной организации Федерации шахмат Краснодарского края. Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что смогли к нам сегодня прийти, потому что тема интересная. Многие люди заботятся о том, чтобы дети как-то развивались еще дополнительно, кроме обучения. И Елена Викторовна, хочу спросить у вас, в чем главное направление проекта шахматы в школе? Как Министерство образования развивает эту тему сегодня в наших заведениях? Наверное, самое главное хочется сказать о том, что шахматы это не просто спортивная игра. Это игра, которая развивает детей. И естественно, наши усилия направлены на то, чтобы максимально большее количество школ у нас в этом проекте приняли участие. Причем его достаточно интересная особенность, что здесь дети начинают играть в шахматы с начальной школы. И отсюда закладываются все основы логического мышления, абстрактного мышления, восприятия. Естественно, мы прикладываем усилия и в данном случае взаимодействуем с Федерацией шахмат Краснодарского края. Как вы вместе сотрудничаете с управлением образования, с департаментом? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Мне кажется, самое лучшее сотрудничество у нас сегодня в крае это с Министерством образования. Причем есть определенная системность. И вот мне нравятся и системность, и подходы самого министерства. Логические. Да, логические. Если говорить о самом этом проекте, я знаю, что он проходит в 11 регионах страны. Расскажите более подробно об участии Краснодарского края в этом проекте. Проект запускался 4 года назад. Первый год приняло участие несколько регионов России. Мы во второй год подавались в рамках конкурсного отбора. Нас отобрали. Каждый год отбирается от 2 до 5 регионов, которые смогут принимать участие. Для нас был это пилот. Мы знали, что у нас, например, в городе Краснодаре в некоторых школах был реализован всеопучий. И достаточно такой существенный успех. Мы на тот период перевезли заместителя генерального директора фонда Тимченко, показали наш успех, показали наши школы и участвовали в конкурсе. На конкурсной основе наш регион победил. Владимир, когда вы начали играть в шахматы? Я начал играть в 4 года. Я сам из города Армавира. То есть до школы еще. Да, до школы. И мне это очень понравилось. Я призовые места занимал в дошкольных соревнованиях. Это было популярно в то время? Конечно. Это же Советский Союз. Тогда все играли в шахматы. Лена Викторовна, отмечаете вы то, что деток, которые именно дошкольного возраста, их все-таки больше? Либо нет, либо во время школьного возраста все-таки формируется любовь к игре. Вот именно шахматы. Кто у нас сегодня обучается, скажем так, этой игре? Здесь можно, как сказать, именно поощрение вы имеете в виду. Но поощрение, наверное, в первую очередь, это непосредственно участие в дальнейшем. Лучшие дети принимают участие. У нас Белая ладья конкурс среди шахматистов. Это достаточно высокого уровня конкурс. Это за честь представлять край. И, естественно, в данном случае дети стремятся к тому, чтобы принять участие в этом конкурсе, в этих соревнованиях. Они проходят на территории края уже не первый год, что показатель, что у нас все-таки шахматы развиваются достаточно хорошо при поддержке федерации. Ну и, естественно, уже победители получают ценные призы непосредственно по итогам и результатам соревнований. Сколько сегодня детей у нас обучается этой игре в шахматах? Есть у нас такие данные? У нас 76 тысяч человек принимают участие в проекте самом, а детей? В проекте у нас сейчас принимают участие 76 тысяч детей. Это 818 школ. Начинали мы, конечно, намного с меньшего. В первом год, когда, как сказал Владимир Васильевич, у нас зашло вообще 35 школ и было где-то около полутора тысяч детей. То есть я считаю, что за такой короткий срок это достаточно эффективный показатель того, что шахматы успешны и есть определенный результат. Естественно, здесь многие дети, которые занимаются шахматами, добиваются еще, благодаря, скажем так, особенностям этой игры, добиваются успехов еще в математических конкурсах, математических олимпиадах. Ну и это очень взаимосвязано. Взаимовыгодное сотрудничество получается такое, да? Если вот говорите в подтверждении статистики, которую приводит Елена Викторовна, как получается так, что очень много детей приходит? То есть они приводят своих друзей? Или вот как процесс формирования любви к шахматам формируется? Вы знаете, мы начинали, есть же философия проекта, да? И вот она состоит из двух частей. Первая часть, мы когда заходили с этим проектом, мы ставили перед собой задачи, у нас должны повыситься успехов по олимпиадам по математике, именно региона. То есть глобальная задача была? Да, а вторая задача у нас тоже глобальная. Мы считаем, что в начальной школе все дети, которые будут заниматься шахматами, они будут 100% умнее. Потому что вот тот комплекс навыков и знаний, которые получают и в соревновательном процессе, которые получают детишки, увлекательность этим, то есть они учатся думать и становятся умнее. Это просто очевидно абсолютно. В начальной школе всем детишкам полезно, очевидно. Тянуться вот именно к этим, да? Да, вопрос как вовлеченности. Но я могу сказать, вот даже вот из наших поездок, мы сейчас посещаем 17 районов, Краснодарского края, 25 школ, вот раздаем инвентарь, шахматную литературу, шахматный инвентарь. И увлекательность, то есть начинает один играть, и 5-6 начинают советовать, помогать и увлекаются этой игрой. Потому что есть определенные интересы. Отсюда и ответ, почему так быстро столько много детей, да, получается, вовлекаются в игру. Да, но опять же мы не ставим перед собой глобальную задачу, что у нас должны быть все гроссмейстеры, все чемпионы. Мы ставим перед собой задачу, что научившись играть в шахматы и играя в шахматы, дети будут 100% умнее. Елена Викторовна, хочу спросить про учителей. Где столько кадров взять? Если вот за время продолжения проекта в 25 раз увеличилось количество участников, да, то а где же столько учителей взять? Нет, ну конечно, что кадровый потенциал должен быть обязательно. Хоть Владимир Васильевич говорит, что любой может начать, согласна, любой может начать играть в шахматы, но главная задача, что не каждый может научить играть в шахматы. Одно дело научиться, другое дело учить. В принципе, при поддержке нашего Краснодарского института развития и образования у нас стали проходить курсы. Специально изучили, скажем так, ситуацию в крае, потребность наших школ, которые хотели принимать участие, но зачастую была ситуация, что не было кадров, которые могли бы преподавать. Люди прошли обучение и по итогам обучения они получили сертификаты и могут учить детей играть в шахматы, заниматься этим видом спорта. Вдруг сейчас нас кто-то смотрит, кто, может быть, тоже хотел бы свой опыт передать. Что нужно делать для того, чтобы квалификацию получить и получить разрешение на преподавание? В первую очередь обратиться непосредственно в управление образованием, муниципального образования. И они уже формируют непосредственно списки, которые направляются в Краснодарский институт развития и образования для дальнейшего обучения. Как интересно. Хочу добавить, что проект шахматы в школе также подразумевает поощрение учителей, которые преподают ребятам древнюю игру. Победители получают ноутбуки, шахматные комплекты и денежные призы для педагогов. Кубанские школьники изучают шахматы на уроках, в секциях и кружках. И за последние два года, еще раз хочу сказать, что число участников программы увеличилось почти в 25 раз. Сейчас с нами на связи учитель, который преподает ребятам азы королевской игры. Это Алексей Данилович Глушко, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения. Дополнительное образование домотворчества в станице Староминской. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, почему вы решили прийти, переквалифицироваться и работать именно с детьми, учить их шахматам? Как пришло такое понимание? Алло. Да, добрый день. Здравствуйте, Алексей Данилович, слушаем вас. Конечно, шахматы в школе это очень удачный проект и развивает не только логику мышления у детей, но и также способствует развитию, общего развития ребенка. Помогли мне в этом федерация шахмат Краснодарского края. Было предложено переквалифицироваться и преподавать детям эту науку. Институт образования в крае провел обучение и дал нам программы, которые необходимы для детей, начиная с первого года обучения, с второго года обучения, с третьим годом обучения. Очень понятно и доступно, как для преподавания, так и для детей. И занимаясь детьми по этими программами, отрадно, что даже родители приходят, когда с детками, они говорят, что благодарность получают они даже от учителей, которые говорят, ребенок что-то непонятно стал лучше соображать, лучше логически мыслить, задачи лучше решать. То есть это яркий пример того, что все-таки обучаясь шахматам, ребенок, конечно, развивается гармонично и получается лучшее мышление и развитие. Поэтому шахматы в школе, это однозначно, как бы надо это внедрять и все это только положительно влияет на процесс обучения детей в школе. Алексей Данилович, не жалеете, что пришли в школу, вот именно обучать детей? Нет, конечно, потому что занимаясь шахматами, не имея образования шахматного, ну что, можно рассказать детям, можно показать. Алло, слушаем вас. Немножко со связью у нас проблемы небольшие. Ну ладно, Владимир, можно вам передрисую немножко этот вопрос, то есть почему люди приходят обучать детей шахматом, что им дает эта профессия? Я, наверное, все-таки немножко внесу такую правку. Мы же с Министерством образования и с Институтом ИРО, Институтом развития образования, совместно в тандеме обучаем наших преподавателей. То есть сегодня Федерация шахмат Краснодарского края представлена в 30 муниципальных образованиях. И когда ИРО проводят на территории каких-то отдельных курсов, то мы привлекаем наших профессиональных преподавателей, не обучают преподавателей школы, либо уже каких-то тренеров по проекту шахматы в школах. Здесь вот такой комплекс и синергетический эффект. И он абсолютно понятен, логичен и, мне кажется, и в этом году будет продолжаться реализовать. Вот по вашему опыту, кто чаще всего приходит и участвует в этом проекте? Кто хочет именно такую дополнительную квалификацию еще получить себе, Елена Викторовна? Это больше математики, либо вообще люди, которые не в педагогике находятся? Я, наверное, добавлю. Давайте. У нас всегда исторически сложилось так, что преподаватель физкультуры автоматически у нас становится преподавателем шахмат. И баскетбола, и волейбола, и футбола. Да, но мы пошли дальше. У нас начальная школа, это все-таки у каждого начальной школы есть свой класс, свой преподаватель. Мы договорились о чем? О том, что каждый взрослый человек сможет за 3-5 часов обучиться играть в шахматы, а дальше мы даем технологию, начинаем ее реализовать. Самое главное же не столько рассказать, что такое вскрытый шах или вилка, либо какие-то другие. Какие-то хитрые комбинации. Важно увлечь и привлечь внимание и сконцентрировать детей на этом, чтобы у них проявился интерес. Вот это, мне кажется, важнее. Можно ли сказать, что на этом первоначальном этапе формируются какие-то личности, и вам становится видно, у кого есть потенциал в дальнейшем у детей. И они просто приходят потом в специализированные школы. Есть такая практика? Мы перед собой какую задачу поставили? Значит, в начальной школе все дети, которые занимаются, они станут умнее, но кому нравится, идут в спортивные школы. И уже в спортивных школах они участвуют в соревнованиях, получают разряды, получают рейтинг и дальше могут себя проявлять уже как спортсмены. В принципе, могу добавить, мы сегодня тоже обсуждали уже эту тему. У нас получается, что у нас сейчас заинтересовались не только дети начальной школы. У нас активно очень стали включаться учащиеся пятых, шестых, седьмых классов. Даже в старшем звене, несмотря на то, что вроде как бы детки уже постарше, скажем так, зачастую, может, им и не доигры в шахматы. Но многие начинают интересоваться, и у нас, например, увеличивается процент детей, занимающихся в старших классах, которые стали увлекаться шахматами. Если раньше это где-то был в пределах 1-1,5%, то уже мы дошли до 6% детей, которые стали играть в шахматы за этот период времени. Елена Викторовна, как школы идут? Получается ли выделить место, где детки будут заниматься? Этот вопрос можно решить? Потому что у нас в городе очень сильная загруженность школ. То есть там иногда даже в три смены учатся. Как решается этот вопрос? У шахмат есть, наверное, один огромный плюс, в отличие от других видов спорта. Им не нужен спортивный зал. Да, им не нужен спортивный зал. Главное, шахматная доска, демонстрационная доска. Это может быть небольшой кабинет, тем более, в принципе, массовости здесь большой. Ну, наверное, как бы, как таковой и не может быть. То есть дети могут сидеть за той же партой. Да, может, это не настолько активный вид спорта, но он достаточно эффективный именно в плане развития интеллекта детей. И, естественно, многие школы идут на то, что рассматривают возможность выделения именно просто кабинета после уроков, где дети могут спокойно этим заниматься. Тем более, у нас очень многие реализуют в рамках внеурочной деятельности. То есть, когда этот предмет уже стоит конкретно в расписании. И дети спокойно здесь занимаются. И никто их не выгоняет для того, чтобы зашел кто-то на урок. Можно добавить, везде, где есть стол и стул, можно провести соревнования. Даже вот в этой студии. На улице, например. Даже в этой студии. Прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Поэтому очень большая доступность. И самое главное наше преимущество, конкурентное преимущество перед другими видами спорта. Очень недорого. Шахматы – это очень недорого. А эффект очень большой, я считаю, особенно для детишек начальной школы. Но вот что важно отметить. Помимо всего программы, у нас есть консолидирующие мероприятия. Самое главное – это «Белая водя», которая проходит по линии Министерства образования. Ежегодная. Мы уже об этом сказали, но я добавлю. Нам 50 лет в этом году. «Белой воде» в этом году 50 лет. Для нас это юбилей. Причем до этого был юбилей 45 лет. И мы знаем, что в Дагомысе нас посетил президент Вадим Владимирович Путин. А в этом году мы тоже ждем на чемпионат России. То есть это региональный этап, да? Дальше в этом дети куда-то идут или нет? Нет. У нас, соответственно, в каждом регионе есть региональный этап и есть всероссийский турнир. Всероссийский турнир проходит у нас в Дагомысе. И мы ждем в этом году. И Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь Вадим Владимирович, уже подтвердил, что мы будем стараться попасть на это мероприятие. Поэтому для нас это и статус, и авторитет, и консолидирующим мероприятиям. Дело в том, что только учить, должна быть какая-то логическая дальше цепочка. Это соревнования. Соревнования это белая водя. А на белой воде, кстати, сам Владимир Крамни говорил, он вырос на белой воде. Это вот наш чемпион, 14-й чемпион мира по шахматам. Если говорить о доступности шахмат у нас сегодня в школах, допустим, ну возьмем город Краснодар, да? Вот мне, как маме ребенка, которая в втором классе, мне интересно, допустим, если в моей школе нет, я могу рассчитывать на то, что в соседней школе точно будут шахматы. Насколько вы представлены? Мне кажется, в городе Краснодаре у нас практически все школы участвуют. Нет, не все, конечно, школы. Ну, ощущение, конечно, да, у нас получается, что в городе Краснодаре, наверное, массовые большие школы активно очень участвуют. Но, в принципе, город Краснодар шагает, скажем так, далеко вперед уже. И где-то 50% школ уже в этом проект включились. Если говорить про муниципалитеты, как они представлены? Какие вот самые яркие представители? Муниципалитеты у нас представлены все. То есть во всех муниципалитетах у нас этот проект реализуется. Владимир, как вы будете, если оценивать, допустим, насколько у нас сосредоточены самые сильные места по шахматам? Ну, знаете, мы же как бы не только ощущения должны говорить, а реальные факты. Вот я пытаюсь, да, у вас это получить. У нас в рамках конкурса первый год обучения вот у нас выиграл 48-й лицей. Причем же... Краснодара. Да, Краснодара. И они же причем были победители Белой Вадии. Защитили свой статус. Да, одно и другое тянет. Второй год у нас победила Станица-на-Тухаевская. Это о чем говорит? Потому что все имеют шанс. Не только краснодарцы, но и другие наши районы Краснодарского края. Ну, а почему Краснодар побеждает? Ну, 48-й лицей. Ну, потому что рядом на постовой 59, Дюж-7. И у них очень такое плотное взаимодействие по занятию шахмат. И детишки туда ходят, и преподаватели к ним в школу ходят. И такой комплексный эффект. И причем это уже много лет, еще до проекта шахматы в школах было. Да. Я так понимаю, проект будет в следующем году, скорее всего, будет продолжаться. Что для этого делается, и каким вы видите его в следующем году? Какие будут изменения у проекта? Я думаю, мы эту же логику продолжим. Знаете, у нас вот есть определенные, скажем так, логика развития. То есть ежегодно приказом министра образования края мы утверждаем количество школ, определяем. Дальше мы создаем конкурс на лучшую программу преподавания, стимулируем школы. Три лучшие школы награждаем ноутбуками, ценными призами преподавателей. Дальше мы обучаем местность ИРО. И все повышения развития образования 2000 преподавателей. Причем совместно с министерством и с федерацией. Дальше мы даем доступ преподавателям. У нас есть такой рисунок «Шахматная планета». Все преподаватели, которые участвуют в этой программе, могут в ней зарегистрироваться, бесплатно использовать шахматные материалы. Ну и самое главное консолидирующее мероприятие – это «Белая вода». Которая проходит в этом году? Да. Дальше мы в конце учебного года в апреле подводим итоги по конкурсу. Определяем три школы, награждаем их. И школа-победитель едет в Дагомыс, который будет параллельно «Белой воде» проходить соревнования по проекту «Шахматы школы» среди 11 регионов. То есть они там вместе получат возможность встретиться, обменяться мнениями, ну и завязать контакты. Да. И я все-таки хочу сказать спасибо нашему партнеру, спонсору, благотворительной организации фонду Елены и Геннадия Тимченко. Потому что вот благодаря ихнему участию у нас вот все это успешно реализовывается. Это материально-техническая база, и это очень важно. Конечно. Ну и поддержка очень важна в данном случае. Эффективная, да? Для того, чтобы люди дальше развивались и, соответственно, расширяли базу этих людей, которые хотят все-таки войти в мир. Это древние игры очень интересные. Спасибо вам большое, что смогли сегодня к нам прийти и рассказать. Это правда очень полезное дело. Я уже присмотрюсь, есть ли у нас в нашей школе шахматы. Спасибо вам большое. Спасибо.